Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале, меня зовут Мария, мы сегодня с вами поговорим о ирисовых ароматах. Это, кстати, очень запрашиваемое видео на моем канале. У меня, кстати, подобная подборка была, наверное, года полтора назад, я вам, кстати, ссылочку тоже оставлю под видео, но там именно направление было на пудру в ароматах, то есть именно композиции, где явно ощущается пудровое такое звучание. Понятно, что и эта подборка тоже будет с таким акцентом, потому что, в принципе, ирис дает ощущение пудры. Интересный, конечно, факт, что, в принципе, ирис, настоящий цветок ириса, пахнет не совсем так, как он изображен в парфюмерии, но, тем не менее, мы именно, знаете, привыкли, наверное, ощущать именно так его, как он представлен в парфюмерии, и именно о парфюмерном ирисе мы сегодня с вами поговорим. Почему, в принципе, решила снять такое видео? Во-первых, как я и сказала, что было очень много запросов на эту тему, и плюс уже таким финальным толчком послужило то, что в моей коллекции появился новый аромат, и тот аромат, о котором я действительно мечтала, который мне понравился. Конечно, мечтала я о нем недолго, где-то пару месяцев, но для меня это долго. И эта композиция действительно прямо на ирисовую тему, это ода ирису, поэтому я решила показать вам этот аромат свой новый и также рассказать о такой небольшой подборке. Давайте приступим к моей новиночке, покажу вам, расскажу, где я приобрела, вообще, почему приобрела этот аромат, и дальше покажу вам уже свою подборку ирисовых ароматов. Если вам интересна данная тема, то оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Итак, вот он мой красавчик, я, как видите, даже сегодня оделась в цвет этого аромата, потому что, в принципе, я обожаю такой цвет Tiffany. И это у меня аромат Tiffany & Co, и называется эта версия именно Intense. Есть классическая версия, есть также версия Cher, сейчас еще появилась у них новинка с розой, кстати, тоже мне понравился, очень даже милый аромат, но я захотела в свою коллекцию именно версию Intense. Вообще, в принципе, как я выбирала этот аромат, у меня до этого никогда не было в коллекции ни одного аромата от бренда Tiffany. И мне мама моя постоянно говорила, Маша, почему у тебя нет ни одного аромата от бренда Tiffany? А я, знаете, как-то мне нравилось оформление, мне очень, как бы, оно близко по цвету и по всему. Но я как-то смотрела на флакончики, думаю, ну они так красивые, интересные, но, в принципе, ничего прям такого яркого, привлекающего внимания в них нет. И мне казалось, что это такие водички легкие, девичьи, довольно посредственные, поэтому как-то я обходила стороной. А тут, когда я не так давно уже была в Литуар, мы подошли с мамой к стенду Tiffany, начала тестировать. И, знаете, я еще думаю, что я вернусь к этим ароматам, протестирую еще несколько версий, потому что я, знаете, таким методом выбирала, я просто брызгала на блотер ароматы, и, как бы, нравится, не нравится. Когда я нанесла интенс, мне он понравился на блотере, я его нанесла на кожу, и мне он безумно понравился, я его купила. И, кстати, что касается того, где я приобрела этот аромат, я его приобрела в интернет-магазине Студия Аромата. Это, кстати, мое первое знакомство с этим магазином, и могу вам сказать, что меня очень порадовал этот магазин. Мне в заказе пришла вот такая вот карточка, это у нас карта постоянного клиента. И знаете, что интересно, меня очень поразила их система лояльности. Вот здесь вот все указано, я вам поближе покажу, здесь второй заказ, вы получаете скидку 200 рублей, за пятый 500 рублей, за десятый заказ 1000 рублей. И, в принципе, вы, кстати, можете навести камеру на этот QR-код, посмотреть всю подробную информацию. Там очень интересная такая система лояльности, она зависит от количества позиций. Это очень все интересно, и, кстати, также магазин подарил мне промокод на скидку 7% для моих зрителей, можете воспользоваться им, потому что, действительно, цены в этом магазине очень приятные, плюс еще мой промокод на скидку 7%, это будет довольно существенно. И плюс мне еще что-то очень понравилось, что в этом магазине от 2000 идет доставка бесплатная. Мне кажется, это просто классно, доставка у них очень быстрая, я очень быстро получила свой заказ. Еще к каждому заказу прилагаются пробнички, тоже очень приятно, у меня вот два вот таких пробника. Первый это у меня Джессика Симпсон, вот так вот он называется, аромат. И второй это Винса Камута. Очень приятно, что, видите, магазин еще кладет очень-таки приятные пробнички. Поэтому проходите, смотрите, для меня этот магазин, как я и сказала, новинка, так сказать, но мне он понравился, мне понравилась доставка, очень быстрая, в принципе, обслуживание, как работает магазин, все классно. Кстати, очень большой ассортимент, магазин уже довольно давно находится на рынке, поэтому он проверенный, там только оригинальная парфюмерия. Я, кстати, себе присмотрела там еще один аромат, и обязательно оформлю, думаю, там заказ, мне привлекла цена. Плюс я также воспользуюсь своим промо-кодом, в общем, оформлю заказ, и потом вам покажу, что я еще там для себя присмотрела. Смотрелась с вами информация, где я приобрела аромат, потому что, действительно, это самый запрашиваемый вопрос на моем канале, где я покупаю парфюмерию. Я, наверное, даже как-нибудь сниму такое отдельное видео о часто задаваемых вопросах, расскажу вам, где я покупаю все, потому что, действительно, это очень востребованный вопрос, и вы знаете, что я всегда делюсь с вами всеми явками и паролями, и вот еще один магазин в копилочку таких проверенных, хороших, достойных интернет-магазинов парфюмерии, поэтому пользуйтесь, там, кстати, у них есть, я сказал, большой ассортимент парфюмерии, плюс у них также есть отливанты, это тоже очень выгодно для знакомства. В общем, вот, рассказала вам, давайте теперь приступим к самому аромату, расскажу, чем же аромат пахнет, чем же он меня так привлек. Аромат, конечно, меня очень привлек вот этим ирисовым звучанием, потому что я, в принципе, очень люблю ароматы на тему ириса, мне кажется, это, знаете, такое очень женственное, мягкое, красивое направление в ароматах, и что касается этой композиции, здесь у нас в пирамиде груша, лист, мандарина, розовый перец, ирис, роза, жасмин, мускус, кашмиран, бензоин, ваниль, семена моркови и амбра. Знаете, хоть здесь и заявлены семена моркови, но я здесь не ощущаю вот такого какого-то морковного звучания, дальше будут у меня ароматы, где я ощущаю такое, именно ирис такой морковный немного, здесь такого абсолютно нет. И здесь мне нравится то, что ирис здесь такой, с одной стороны мягкий, с другой стороны он довольно громкий, композиции очень обволакивающие, и я бы, знаете, что сказала, в принципе, ирис мне нравится тем, что на моей коже, допустим, он звучит красиво, и он какой-то всесезонный. Эта композиция тоже, в принципе, всесезонная, но с уклоном больше в прохладу, потому что, казалось бы, ирис должен быть таким мягким, утонченным, но здесь он довольно яркий, насыщенный, то есть вы ощущаете его, он как-то так, знаете, берет вас в какой-то кокон, поэтому, скорее всего, наверное, лучше он будет звучать именно в прохладу. Здесь есть сладость в нем, есть ваниль, но она не приторная, и композиция действительно звучит очень утонченно, гармонично, и очень, так знаете, достойно, я бы сказала. Действительно, аромат, который презентует вас обществу, и при этом звучит очень достойно, так знаете, аромат действительно звучит очень мягко, и я прям получаю от него удовольствие, он невероятно шлейфовый, я, кстати, не ожидала даже от него такого шлейфа и стойкости, по оформлению мне казалось, ну, аромат бы такой легенький, такой девичий, но он прям действительно очень говорящий, очень стойкий, очень шлейфовый, мягкий, красивый ирис, обыгранный цветочными аккордами, немного ванили, все сдержано, все сбалансировано, шикарно, шикарно, как я сказала, стойкость меня очень поразила, одно распыление и композиция на мне звучит целый день, очень красиво, очень женственно, знаете, прям такая ода женственности, есть ощущение немного груши, но груша здесь не карамельная, она такая вроде как не зеленая, но в то же время не карамельная, средняя такая по спелости, можно сказать так, красиво, женственно, я просто, знаете, даже слов не могу подобрать, насколько мне нравится этот аромат, звучит красиво, звучит уместно, шикарно, Он будет звучать уместно как в повседневной жизни, так и на какое-то мероприятие. Вообще, в принципе, ароматы Тиффани как бы позиционируют как ароматы невест. И да, я, в принципе, представляю на невесте этот аромат. Мне кажется, вот он будет звучать красиво, чисто. Звучание аромата действительно такое благородное, достойное, красивое. В общем, советую, если вы так же, как я, обходили долго стороной эти ароматы, то подойдите и познакомьтесь, потому что действительно это очень достойно. И композиции действительно звучат как-то самостоятельно. То есть, я не ощущаю здесь какой-то тенденции, допустим, современных ароматов, что есть схожесть в композициях. Нет, они как-то звучат целостно, красиво, ни на что не похожи. И действительно имеют какой-то свой такой почерк, свою какую-то индивидуальность, можно сказать так. Следующий аромат у меня будет в категории бюджетных. Это у меня Бракар, это линейка History de Amour, и называется он Мечтатели. Эта композиция действительно также на тему ириса, это такая ода ирису. Здесь у нас также груша, цветок лимона, ирис, бархатцы, мускус, кашмиран, кожа, кедр и амбретто. Аромат этот тоже, знаете, такой очень приятный, это, конечно, на тему ириса. Единственное здесь то, что ирис здесь более такой прозрачный. Звучание у аромата более прозрачное, нежели в предыдущего. То есть, там в Тиффани есть какая-то такая плотность. Композиция ирисова, но она плотная, насыщенная. Здесь аромат абсолютно акварельный. Мне здесь нравится то, что ирис переходит в такое какое-то замшевое звучание. То есть, дополняет как-то красиво всеми нотами эту композицию. И груша здесь также немного присутствует, она как будто более зеленовата. Здесь появляется аккорд замши. Знаете, такое ощущение, что взяли ирисовый аромат, прям моно-ирисовый аромат, и надушили им такую замшевую перчатку. Вот такое ощущение. Кстати, у него, конечно, стойкость шлейф намного-намного ниже. Практически шлейфа нет, он такой близко сидящий, стойкость небольшая. Но он такой, знаете, для меня какой-то даже сказала бы пижамный аромат. Мне нравится носить его дома, потому что он не яркий, не кричащий, он никого не задушит. Вот такой, знаете, противоположный с предыдущим ароматом, потому что тот все-таки яркий. Здесь-то все тише, более сдержанно, но тем не менее за свою стоимость очень даже достойно. Следующий аромат, это прям такой яркий представитель именно пудрового направления. Но, естественно, ирисовый, это Валентина Пудре. Шикарное, конечно, оформление. Здесь у нас пудровые ноты. Омбретто, ирис, тубероза, ваниль, сандал, бобы тонко. Это уже ирис, обыгранный сладостью. Действительно, здесь ощущается очень бобы тонко, красивая ваниль. То есть здесь вот ирисовая пудра переходит даже в какую-то сахарную пудру, можно сказать так. Тоже красиво, но здесь уже прям пудра присутствует, доминирующая нота пудры. И вот эта пудра как будто бы даже прям такая вот, вы ощущаете ее текстуру, вот эту сухость. В то же время сладость, как будто прям пудра присыпанная, точнее, даже, наверное, залита ванильным каким-то сиропом. Но, тем не менее, ирис здесь ощущается, но ирис здесь уже другой. Здесь он уже более такой уходящий в гурманику, то есть прям заслащенный ванилью. Этот аромат я тоже не могла вам не показать, потому что это тоже такой достойный представитель красивого, сладкого ириса. Вот здесь уже ирис такой прям сладкий. Следующий аромат, это у меня такой вот маленький отливантик. Это у нас Монталь, So Iris Intense. Здесь у нас уже такая маленькая пирамида, здесь ирис, сандал и мускус. И вот этот аромат уже на тему такого морковного ириса. Потому что здесь прям действительно на старте есть ощущение вареной морковки. Прям действительно вареная морковь. Он такой сладенький, приятный. Он, знаете, даже какой-то такой деличий, возможно, можно сказать, такой прям утонченный. Но вся вот эта композиция, она, опять же, не ярко звучащая, она такая умеренная. И композиция действительно звучит в духе каких-то уходовых средств. Действительно, когда вы наносите на себя его, есть ощущение, как будто вы воспользуете каким-то дорогим уходом для тела. Есть ощущение такой какой-то ухоженности. Есть ощущение такого чего-то нежного. Но в то же время нельзя сказать, что прям вот по аромату вы можете сказать, что это парфюм. Что это дорогое, такое многогранное звучание парфюма. Это больше что-то такое уходовое, мягкое. Как такое мягкое ирисовое облачко, которое вас окутывает. Приятный, но здесь есть вот это ощущение вареной моркови. Если вы не любите, когда ирис звучит вареной морковью, то, конечно, это не очень ваше направление. Но мне нравится. Обязательно хочу себе флакончик этого аромата. Прямо так же у меня есть в виш-листе. И я думаю, обязательно в этом году я обзаведусь этим ароматом. Следующий аромат это у меня Эсцентрик Молекула 02. И, кстати, показывала сразу после Монталь, потому что эти композиции действительно очень похожи. Очень пересекаются между собой. Здесь у нас Амбраксан и Сой Супер, Ирис и Жасмин. Он безумно похож на предыдущий аромат, на Монталь Соу Интенс Ирис. Но здесь именно еще присутствует цитрусовое звучание. То есть на старте это тоже такой же Ирис с ощущением вареной моркови. Но потом здесь появляются цитрусы, мандарины. То есть появляется такая сочность в аромате. Красиво. Мне нравится тоже здесь то, что Ирис здесь уже для меня звучит не косметически, не пудрово. Здесь он звучит уже больше так унисексово, кстати. Аромат звучит хорошо и на мужчине, и на женщине. В принципе, молекулы, они все заявлены как унисекс, так они, в принципе, и звучат. На мужчине и на женщине они чуть по-разному звучат, но красиво и на мужчинах, и на женщинах. В общем так. Здесь, конечно, больше такое свежее, бодрящее звучание. Ощущение вареной моркови переходит в цитрус, и получается такое свежее, взрывное звучание. Мне тоже нравится. И из всех молекул пока в фаворитах у меня именно вот эта молекула. Следующий аромат это у меня Герлен Линстан Мэджик. И здесь Ирис уже действительно такой косметический, женственный. А здесь уже нету этого ощущения моркови абсолютной, какой-то такой свежести. Здесь больше уже утонченности и женственности. Здесь у нас анис, бергамот, лимон, фиалка, мимоза, роза, фрейзия, гвоздика, цветок, ирис, миндаль, ваниль, белый мускус, сандал и кедр. Это уже ода женственности. Это у меня, знаете, я когда его вдыхаю, у меня прям рисуется образ, знаете, такого чего-то даже, наверное, из прошлого. Это, возможно, такое тремо с косметикой, наверное, годов так 60-х, 70-х. Вот как-то меня возвращает в прошлое. За этим комодом, это тремо, сидит девушка, очень красивая, возможно, какая-то актриса. Ей делают макияж. И на этом столике лежит пудра, тени, вот именно такие сыпучие продукты. Пудра с такой пуховкой. Также стоят открытые помады, то есть ей выбирают, какую нанести помаду. И вот, знаете, действительно есть вот такое ощущение косметички, но как будто бы присутствует немного ретровости. А на коже я не скажу, что аромат прям, значит, ретро, он звучит вот именно, знаете, вот прям максимально женственно. Когда девушка, вот она девушка, это не наше современное время, когда у нас стиль кэжу, непонятно уже, то ли мужчина, то ли девушка. То есть вот это все, грани вот эти стерлись. Там вот действительно девушка, которая вот прям девушка-девушка. Она с красивой прической, с красивой укладкой, она вся такая женственная в платье. То есть вот прям ода женственности. Мне этим очень нравится этот аромат. Ирис здесь очень приятный, в нем есть даже немного такой пыльности, как будто бы. Вот именно пудровость, граничащая с пыльностью, немного в приятном смысле. Красивый, женственный, мягкий. Здесь также присутствует ваниль, и вот даже есть ощущение, как будто бы ирис переходит в какое-то звучание миндаля. Вот что-то вот такое прям сливочное, даже как будто немного лактонное. Тоже красивый, другое направление, но также красиво здесь обыгран ирис. Следующий аромат у меня от Lancome. Это ирис драже, это тоже понятно ода ирису. Здесь у нас в состав входит бергамот, розовый перец, цветок ириса, миндаль, сахар, цветок апельсина, фрезия, ваниль, корень ириса, белый мускус и соя супер. Здесь присутствует у нас, видите, и цветок ириса, и корень ириса. Но по факту, что могу сказать, композиция, знаете, очень сладкая. То есть не очень прям сладкая, но сладкая. То есть ирис здесь такой немного засахаренный. В принципе, здесь и присутствует сахар. Красиво он так звучит. Мне, кстати, очень нравится носить этот аромат дома почему-то, именно перед сном на себя носить, потому что мне он как-то успокаивает, умиротворяет. Я не сказала бы, что этот аромат прям мега стойкий и шлейфовый. Наверное, все-таки в обществе где-то он затеряется немного. Но когда вы наносите его исключительно для себя, чтобы ощущать его самой, это очень даже хороший такой вариант. Здесь, понятно, также ощущается и нота миндаля очень сильно, который тоже придает ему пудровость. Ирис здесь ощущается. Ирис здесь прям пудровый. Действительно, пудровое звучание. Это не зеленый ирис, хотя, в принципе, здесь и корень и цветок, но здесь больше пудры. Здесь также немного ощущается фрейзи. Здесь есть белый мягкий мускус. И все это, знаете, как такое мягкое облачко. Очень приятное, красивое. Конечно, не какой-то особенный в этом направлении, но мне нравится. В принципе, мне нравится вся вот эта линейка. Бутиковая от Lancome. Все они очень достойные, но мне кажется, вот этот аромат один из самых таких тихих, женственных ароматов. Понятно, что, возможно, он не впечатлит прям своим звучанием, но то, что он понравится всем, это однозначно. Потому что он такой ладный, не кричащий, универсальный, мягкий, нравится очень красивый действительно аромат на тему ириса. Поэтому, если вы с ним еще не знакомы, познакомьтесь. Если вы хотите какой-то аромат с небюджетной категорией, но чтобы ирис звучал красиво, чтобы композиция была очень ладно скроена, то это очень хороший вариант, потому что вот в этой линейке действительно ароматы все очень достойные. Следующий аромат это у меня Chanel Crystal Overt. Здесь ирис абсолютно другой. Здесь, в принципе, он с пирамидой лимон, бергамот, нероли, магнолия, жасмин, ирис и мускус. Ирис здесь уже больше в базе. Остаточно звучит вообще композиция на тему цитрусов. Это взрывные цитрусы и такой зеленый жасмин. Ирис здесь, как я сказала, он в базе, он немного запудривает эту композицию. Здесь я не скажу, что ирис прям зеленый, потому что, в принципе, композиция вся такая сочная, зеленая, жасминово-цитрусовая. И ирис здесь придает такой финальный штрих. Много запудривает аромат уже в таком завершении или в раскрытии. И не дает аромату прям скатиться в такой капитальный унисекс. То есть придает капельку-капельку нежности. И действительно у ириса здесь это хорошо получается, потому что композиция все равно звучит как женственная благодаря ему. Потому что если бы здесь не было ириса, аромат был бы прям унисекс. Именно такой, знаете, зеленый, сочный, бодрый, взрывной. Но ирис здесь придает вот такую пикантность и нежность аромату. Следующий аромат это мой такой любимчик. Это Александр Джей. Называется он Ирис Вайлет. И здесь ирис абсолютно нетипичный. Здесь у нас в пирамиде экзотические фрукты. Яблоко, бергамот, ирис, роза, жасмин, кашмиран, белый мускус, бензоин, ваниль, виржинский кедр, алибанум, пачули. И здесь ирис действительно звучит конфетно. Здесь, знаете, прям такие сочные фруктовые леденцы и немного ириса. И ирис здесь прям такой помадный. Даже я бы сказала не помадный, а прям какой-то блеск для губ. Вот именно прям сочность есть какая-то в этом аромате. Красивый, абсолютно нетривиальный ирис. А он не банальный, не простой, не мягкий. Какой-то прям такой сочный. И здесь ирис придает даже как будто кислинки какой-то. Прям вот такой с кислинкой. Интересный. И, кстати, аромат в принципе нетривиальный для такого названия. Кажется, что ты сейчас услышишь ирис такой нежный какой-то. Но при этом здесь в нем есть такая пикантность, яркость. Красивый аромат, действительно красивый, необычный, сочный, звонкий, бодрящий, поднимающий настроение. Поэтому, если вы с ним еще не знакомы, познакомьтесь. И это мой фаворит из всей этой линейки Александр Джейк. И последний аромат, это у меня Нарцисса Родригес Руж. И композиция у нас здесь включает в себя ирис, болгарскую розу, мускус, туберозу, цветок апельсина, бобы тонко, ваниль, экстракт белого кедра, кедр, сандал и ветивер. Аромат, понятно, прям на тему помады, пудры. Здесь доминирует именно ирис и роза. Вот это две главенствующих ноты. Роза придает прям такую сочность, насыщенность. И вот именно роза дает, наверное, ощущение вот такой прям красной помады. Ирис помогает, конечно, этой розе стать помадной. Также как будто бы есть немного акценты какой-то прям пудры. То есть ирис здесь прям такой косметический, красивый, передающий пудру и помаду. Мне вот это именно и нравится, что именно ирис вот придает какой-то косметической ноты всем ароматам. Прям обожаю по этому эту ноту. Красивый аромат на тему красной сочной помады. Вот, интересно, мягко, аромат обволакивающий. Что касается шлейфа, у вас шлейф у него небольшой. Если хотите шлейф, то выбирайте лучше туалетную версию этого аромата. Этот аромат больше сидящий вокруг вас, а вот именно туалетная вода более звонкая. Там больше цветочных аккордов, за счет этого аромат более сочный, более такой летящий. Но этот мне тоже очень нравится и в принципе я не могу выбрать. Мне нравятся и туалетные, и парфюмерные версии, поэтому у меня есть обе. Такое вот у меня получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. В принципе, как я и сказала, я очень люблю ирис в ароматах. И у меня гораздо больше ароматов с ириса в коллекции, чем сегодня я вам показала. Поэтому я думаю, еще как минимум на одну подборку хватит. Возможно, чуть позже сниму продолжение этого видео. Может быть, когда приобрету себе ирис от Монталь, будет еще повод снять такое видео. В общем, вот, как я и сказала, я обожаю это направление. Пишите в комментариях, любите вы ароматы с нотой ириса, либо же нет. Также, конечно, пишите свое мнение по поводу этого аромата от Тиффани. Нравится он вам или нет. Так что, так как все-таки он у нас сегодня виновник этого видео. Нравится этот аромат. Счастлива, что у меня появился. Поэтому, если не знакомы с этим ароматом, то обязательно присмотритесь. Вообще присмотритесь к ароматам Тиффани. Там действительно много всего достойного. И также, как я вам сказала, выгодно его можно приобрести на сайте студии Аромата. Также используйте мой промокод. Продублирую сейчас здесь его еще раз на скидку 7%. И еще раз повторюсь, что мне очень понравилось то, что на этом сайте бесплатная доставка от 2000. Это, мне кажется, супер. И очень быстрая доставка. В общем, вот. Приятных вам покупок. Приятных вам парфюмерных открытий. А я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо за внимание. И пока-пока.